Теперь ямы на дорогах могут ремонтировать всего за 5 минут. Новейшую продукцию сегодня продемонстрировали отечественные производители спецтехники из Брянска. Оборудование обойдется в 3,5 миллиона рублей. По сравнению с иностранными аналогами, в два раза дешевле. Экономия и на материале, и на рабочей силе. В бригаде достаточно двух человек – водителя и оператора по ремонту. Это машина, которая выполняет ремонт ямок струнно-инекционным методом. Подъезжает машина, яма прочищается, продувается воздухом, при необходимости водой промывается. Дальше происходит подгрутовка битумной эмульсии. И уже непосредственно заливается слой щебня и битумной эмульсии. Занимает это не более 5 минут. И дальше уже движение может быть открыто. А это уже технологии башкирского производителя. Местные компании наглядно закатали яму новым холодным асфальтом. При этом без колонной спецтехники. Чинить дорожное полотно таким образом можно даже, когда термометр будет показывать 30 градусов ниже нуля. По твердости, по климатической устойчивости холодный асфальт превышает стандартное наше дорожное покрытие. То есть мы предполагаем, знаем, что наша заплатка продержится в 2-3 раза больше, чем асфальт, который положен вокруг. Транспортный форум посетил сегодня и руководитель Башкортостана Рустем Хамитов. В частности, главу региона заинтересовала реконструкция Уфимского аэропорта. Так, в течение нескольких лет у аэровокзала появится еще одна взлетно-посадочная полоса. Кроме того, увеличится и пропускная способность до 5 миллионов пассажиров в год. Сейчас этот показатель ниже. Около полутора миллионов в год указано на сайте Уфимского авиаузла. Кроме вокзального комплекса самого, что еще на территории аэропорта будет организовать? Парковки, гостиничный комплекс, а существующую гостиницу мы планируем перевезти в штаб аэропорта. Глава региона также ознакомился с новинками выставки «Транспортные системы, спецтехника и оборудование». Рустам Хамитов подчеркнул, что дорожная отрасль очень важна для республики. Поэтому около 20 объектов дорожной инфраструктуры войдут в список юбилейных построек, посвященных 100-летию образования Башкортостана. События будут отмечать в 2019 году. Кроме того, Рустам Хамитов заявил, что власти Башкортостана прилагают огромные усилия для контроля качества дорог. Внедрены республиканские госты, которые намного жестче, чем российские. Эти госты подразумевают применение битумов и материалов более качественных, чем сейчас это все используется в дорожном строительстве. Второе. Мы, безусловно, увеличиваем объемы финансирования. Третье. Идем на постоянный контроль качества работы. А на открытой площадке перед БДНХ развернулась экспозиция специализированной техники отечественных и зарубежных производителей. На суд зрителей представили габаритное оборудование, ремонтную, производственную технику, а также коммерческий и специализированный транспорт. Все это наверняка оценят бизнесмены республики. Работа транспортного форума продлится до 23 сентября. В этом году он собрал более 70 компаний из 7 регионов Российской Федерации. Форум проводится во второй раз. И, как говорят участники, уже стал хорошей площадкой для установления прочных деловых контактов. Тимур Давлетов, Руслан Акбашев, телекомпания «Вся Уфа».